Приветствую вас, друзья, на моём канале Валентина Синема 2. Заходим в любой браузер и вставляем название этого ролика. Видим, что советов очень много, но в основном все они на разных языках, а на русском же языке все авторы в основном предлагают почистить комп, отключить какие-то настройки, поковыряться в реестре и так далее. Короче, ни один ролик на русском языке в YouTube мне не помог. А решение на самом деле очень простое и займёт всего 5 минут вашего времени. Итак, находим значок от официального сайта Камтазии, нажимаем на него и нас перебрасывает на их страничку. Если Google не переведёт её на русский язык, то нажмите правой кнопкой мыши на текст и выберите «Перевести». На этой страничке нам предлагают переустановить Камтазию. Я переустановила Камтазию, мне это не помогло. Но зато вот с этого сайта я скачала обновлённую версию Камтазии 9, в которой вложена инструкция, как её скачать. Эта версия немного отличается от прежней. В чём-то есть плюсы, в чём-то минусы. Это как перейти с восьмёрки на девятку. Непривычно. Но в целом мне она даже больше понравилась, чем предыдущая версия. И я поняла, что не зря потратила 5 дней на поиски исправления этой ошибки. Но так как эта версия также не запускалась, как и предыдущая, я вернулась опять к этой страничке. Чуть ниже показано, какие Visual Studio нужно загрузить. Нажала на эту ссылку, перешла на официальный сайт Microsoft, скачала эти две версии Visual Studio на локальный диск D, в созданную мной папку «Загрузки на диске D». Перед установкой этих файлов обязательно почистите компьютер и удалите всё содержимое в этих папках. Пути к этим папкам вы видите сейчас на экране. После очистки перезагрузите компьютер. А после перезагрузки компьютера открываем папку «Загрузки на диске D». Нажимаем на первый скачанный файл, ставим галочку и нажимаем «Установить». Затем нажимаем на второй файл, также соглашаемся с условиями, поставив галочку и устанавливаем. У меня всё прошло в автоматическом режиме, без запросов, куда, в какую папку скачивать. В одном из роликов, который был без звука, видела, как эти файлы просто переносили в ярлык Camtasia, который находится на рабочем столе. После установки Visual Studio перезагрузите опять компьютер. Попробуйте запустить Camtasia после перезагрузки. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, помогла ли вам эта информация. На этом у меня всё. Желаю вам огромного количества подписчиков, лайков и просмотров на ваших роликах. Всем удачи! С вами была Валентина Синема 2.